Здравствуйте, дорогие ребята! Посмотрите внимательно, какие чудесные животные могут жить рядом с человеком. Их называют домашними животными. Человек заботится о них, а они, в свою очередь, приносят людям пользу. Сейчас отгадайте загадку и назовите правильно, о каком животном идет речь. Ест траву, жует, молчит, а потом полдня мычит. Мне погладить бока, дам парного молока. Кто это? Конечно, это корова. Мне кажется, все детки любят парное молочко от коровки. Следующая загадка. Я иду, когда хочу, и стою, когда хочу. Я и-а, и-а кричу, и копытцами стучу. Кто это? Конечно, это осел. У меня живет подружка. Вся в веселых завитушках. Щиплет травку возле речки. А зовут ее, правильно, овечка. Скачет по полю красиво. Разлетелась в беге грива. Не догнать никак его. Ржет задорно. И-го-го! Кто это? Лошадка. Караулит мышку в норке. Молоко из блюдца пьет. Чисто лапой моет шерстку. Угадали? Это кот. Правильно. У кого хвост крючком, ушки торчком, а нос пятачком. Правильно. Это свинка. Ходит в красных сапогах и кричит «Га-га! Га-га!» Правильно, гусь. Распускает хвост павлином. Ходит важным господином. По земле ногами «Стук!» Как зовут его? Индюк. Птица ходит по двору. Будет деток поутру. На макушке гребешок. Кто же это? Правильно, петушок. В будке живет. Кости грызет. Лает и кусается. Как называется? Собака. Это не только верный друг человека преданный, но еще и охранница-защитница. Кто же у нас остался еще? Вот, последняя загадка. Она кошечку боится. В полу дырка. Там таится. Прячется для передышки. Кого ловит кошка? Мышку. Правильно. Как вы думаете, ребята, мышка – это домашнее животное? Она тоже довольно часто, особенно в частных домах, где человек держит свое хозяйство, живет? Нет, конечно, нет. Мышка – это не домашнее животное. Она милая и красивая. Но все же будет гораздо лучше не жить с ней по соседству. И так, до новых встреч, дорогие друзья! Всем до свидания!